Девушки отдыхают 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 будет проходить по русскому языку 30 мая, по математике 5 июня, по физике и истории 13 июня, резервный день 15 июня. Для ребят, которые заболели, будет предоставлена возможность пересдать экзамены. Будет работать комиссия апелляционная по проведению единого экзамена на уровне департамента образования. И если выпускник не согласен с процедурой, апелляцию можно подать только по процедуре и в тот же самый день, причем должны написать родители ребенка эту апелляцию, то заявление будет направлено в комиссию областную и будет принято решение о пересдаче экзамена. Если ребенок не согласен с оценкой, которую он получит за единый экзамен, то его родители вправе тоже написать заявление. И о пересмотре оценки были такие случаи, когда рассматривали в плане повышения оценки, но может быть и наоборот оценка может быть и понижена. Поэтому при написании любой апелляции и родителям, и выпускнику надо подходить взвешенно. И быть, конечно, если вы уверены в том, что оценка или баллы не те выставлены, то уже стоять до конца и защищать интересы ребенка. В апреле месяце для выпускников будет проведен так называемый пробный экзамен по математике. Мне бы хотелось обратиться к выпускникам, чтобы они, во-первых, были внимательны при подготовке к экзаменам, приходили на экзамен вовремя, организованно, приносили с собой обязательно документ, удостоверяющий личность, это паспорт. Если выпускник не имеет паспорта или не имеет гражданства российского, то воспользоваться сертификатом он не сможет при поступлении в высшее учебное заведение. На экзамене он будет присутствовать, но, значит, у него могут быть определенные проблемы. Ребятам надо быть предельно внимательными, надо распределить время. Я считаю, что для экзамена по математике 4 часа это вполне достаточно для того, чтобы выполнить все задания. Задания разной сложности, задания А, Б и С. И для поступления в ВУЗ, конечно, недостаточно выполнить только задания А и Б, а обязательно надо выполнять задания С, потому что как раз вот там сосредоточено все то, что позволит уже комиссии в высшем учебном заведении оценить знания выпускника. Баллы, которые выпускник получает за экзамен, в настоящее время неизвестны. После сдачи экзамена из Министерства образования и науки поступит приказ, где будет указано, какое количество баллов соответствует той или иной оценке. Причем баллы, проставленные в школе и соответствующие оценке 5, не соответствуют оценке 5 при поступлении в ВУЗ. Каждое высшее учебное заведение устанавливает свою шкалу оценок в соответствии с баллами. И чем больше конкурс в ВУЗе, тем пятерка имеет наибольшее количество баллов. Конечно, ребята, поступая в учебное заведение, должны следить сейчас через интернет за той информацией, которую выставляют ВУЗы, и за сайтами и Департамента образования, и Министерства образования, которые всю новую информацию предоставляют в первую очередь. Я считаю, что, с одной стороны, тестирование дает много положительного для того, чтобы побольше дети знали предмет, но они разучиваются или не умеют оформлять ее работу, как раньше, письменную. Эта хорошая система была бы на Западе, а здесь у нас она еще просто не развита. И для того, чтобы такой объем подготовить на это тестирование, нужно начинать с первого класса готовиться к такому экзамену, потому что очень тяжело. То есть времени просто мало или что? Очень мало. Так мы только за одиннадцатый класс, считай, начали готовиться к этому экзамену. Ну, мне не нравится эта система, потому что это очень сложно, это очень большой объем знаний. Вот, например, наш класс учится по гуманитарной системе, и сюда пришли дети, которые более преуспевают по русскому, по литературе, по иностранному. А алгебра, в принципе, никому здесь не нравится, да. И, например, многим из нашего класса не нужна алгебра при поступлении, не нужны эти баллы. И поэтому подготовиться за короткий срок по такому объему заданий, которые здесь, начиная с пятого класса, очень сложно. И не знаю. В чем будет сложно с этим на самом экзамене? В объеме заданий. То есть они разносторонние, разноплановые. И поэтому... То есть это лотерея. То есть этот экзамен – это лотерея, и тут ничего не зависит. Троечники пишут лучше, чем отличники, потому что им все равно, какой ставить ответ, они могут просто угадать. А те дети, которые учатся хорошо, они могут написать экзамен хуже. Но зато это поможет при поступлении, наверное, облегчить, да? Ну, не знаю. То есть можно... Нет, это не факт. Вот это лотерея. Просто здесь уже все зависит, конечно же, от судьбы. Я так думаю. Но кому не нужны эти баллы, то есть можно просто испортить себе аттестат. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok